Я хочу представить вам слова, которые являются частью нашего духовного пути. А правде говоря, это не мои любимые слова, но они важная часть пути. В послании Иакова сказано «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Я знаю, что это есть в вашей Библии. Мы должны относиться к Библии как к истине. Мы читаем и говорим «Ага, но этот стих не такой». Здесь сказано «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Я с радостью принимаю различные победы, подарки, а не счета. С радостью принимаю аплодисменты, а не критику. Мне предлагают нечто, к чему я не стремлюсь сам. Знаете, став последователем Христа, вы измените свою ориентацию в мире. Это не странная перемена в одежде, напитках и макияжах. Это перемена в ваших отношениях и реакциях на жизнь. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Я хотел бы знать почему. Знаю, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны, во всей полноте, без всякого недостатка. Невозможно стать зрелым в вере без терпения. Я думал, что смогу стать зрелым лишь благодаря тому, что читаю Библию или просиживаю достаточно проповедей. Я думал, что смогу стать зрелым в вере, если научусь выписывать чек. Я что, должен терпеть, что на мою веру буду даже давить? Похоже на то. Чтобы найти то, что Бог желает видеть в вашей моей жизни, возрастание в Господе требует от вас и меня терпения. Есть лишь один способ научиться терпению. Нанять кого-то, чтобы он терпел за вас. Нет, конечно. Есть лишь один способ быть готовым терпеть. Если вы находитесь в таком месте, где вам нужно терпеть, знайте, Бог не оставил вас. Он приглашает вас немного повзрослеть. Он укрепляет вас. Он готовит вас к еще более серьезным совершениям. Я не просил этого. Мне нравится быть незрелым. Мне тоже. Это проявление любви. Хороший родитель, который любит ребенка, помогает ему повзрослеть. Они учат их тому, как быть взрослыми. Начиная с простейших вещей. Когда вы только приходите в мир, вы голодны, плачете и вас кормят. Когда вам нужно проявить себя, вы проявляете, и кто-то меняет вам пеленку. Если вы дотянули до 20-ти и начинаете плакать, когда хотите поесть, и вы проявляете себя, когда захотите, вы упустили важные этапы развития. И то же самое актуальное и в духовном мире, посмотрите на послание к римлянам 2 главу. Там сказано, Бог воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев. Все предельно ясно. Бог будет судить всю землю. Он даст каждому то, что он заслуживает. Есть две категории. Предельно четкие. Первая в седьмом стихе. Там сказано, что если вы постоянно делаете добро, вас ожидает вечная жизнь. А в восьмом стихе мы видим альтернативу. А тот, кто ищет благо себя, переживет на себе Божий гнев. Бог будет судить всю землю. У нас есть два варианта. Первый вариант — жизнь вечная. Она открыта нам, если мы постоянно творим добро. Альтернатива — эгоизм и зацикленность на себе. Поиски выгоды лишь для себя. Таких людей ждет Божий суд, его гнев и ярость. И там есть еще одно неприятное слово. Постоянство. Нужно быть постоянным. А я думал, что достаточно сказать молитву грешникам, прийти к сцене, когда Билли пригласил меня на стадионе, в то время как остальные ждали меня. И все. Ну и отлично. Теперь я могу и дальше жить, по-моему. Мы действительно рождаемся в Царстве Божьем, принимая одно решение. Но чтобы возрастать в Господе, жить с верой, взрослеть в Господе, нам необходимо постоянство. Посмотрите евреям шестую главу. Там сказано «Ибо не неправеден или не справедлив Бог». Обведите эти слова. «Ибо не не справедлив Бог». Это Библия. Когда я ощущаю трудности, то мне приходится бороться с идеей о том, что Бог не справедлив. Эта идея забирается мне в голову. Он не справедлив. Он нечестен с вами. Если вы застряли в колее, я хочу, чтобы вы услышали, что говорит Писание. «Ибо не неправеден Бог». Для Него это невозможно. Он не забудет ваши дела и любовь, которую вы явили Ему, помогая Его людям. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Как мы наследуем обетование Божие? Как Божие обетования определяют вашу жизнь? Мы видим два критерия. Для этого нужна вера, думаю, вы догадывались, и терпение. Я рад, если у вас есть вера. Если Бог помогает вам развивать терпение, я рад за вас. Пусть Бог благословит вас. Учитесь хорошо, но я не хочу учиться с вами. Я буду рад, когда наконец-то исчезнет праздничный трафик из людей, которые приехали в наш город, не научившись водить. Мы все будем рады этому. Пусть Бог благословит вас. Это вопрос терпения. Вера и терпение. Если вы начнете собирать эти места Писания, то увидите, что они есть во всем Писании. Настойчивость, терпеливость, выдержка, постоянство. Это инструменты, необходимые для того, чтобы возрастать в Господе. Кто б знал? Кто б знал? Я думал, что суть христианства в том, чтобы выучить волшебный стих, который я смогу прочитать наизусть, и благословения Божие упадут на меня еще до того, как я скажу «Аминь». Иногда бывает и так. А иногда? Бог говорит «в свое время». Я чаще всего спорил с Господом по поводу его чувства времени. Не то чтобы я не доверял его благости, милости, верности или силе, просто мне кажется, что он на выходных, и ему пора вернуться на работу. Я увидел, что для того, чтобы быть последователем Христа, мне необходимо постоянство и решительность, а также терпение. Часто мне это не нравится. На этом пути возникают препятствия. Если вы оказались в такой ситуации, то я понимаю, что это неприятное место. И с этими временами приходят препятствия. Я не буду называть все, но назову некоторые, которые коснулись моего сердца и жизни людей, с которыми я общаюсь. Одна из таких вещей — разочарование. Если вы находитесь между Божьим обетованием и его исполнением, то вы точно столкнетесь с разочарованием. Достаточно взглянуть на это слово, чтобы понять его суть. В английском это слово можно перевести как «отсутствие смелости». Если вы боретесь с разочарованием, то это означает, что у вас не хватает смелости, чтобы встретиться с вещами, которые жизнь несет вам. Это ответственность, вызовы и реакции. Там, где вам нужно проявить себя. Это задачи, которые вам нужно выполнить. Но вы разочарованы. Вы хотите, чтобы кто-то другой взялся за них. Посмотрите Иисуса на вина один. Я всегда говорил, что у Иисуса на вина была одна из самых сложных работ Библии. Его взяли на замену Моисею. Это непросто. Моисей был и так неплох. Моисей разделил море. Если это вас не впечатляет, попробуйте сами. На бассейне или лужи. Моисей так много времени провел рядом с Богом, что его лицо начало сиять. У кого-то была такая проблема? «Милая, повернись к стене. Праведное сияние твоего лица не дает мне спать». Да, Кэти тоже не говорила мне подобного. Но Моисей не смог ввести детей Израиля в землю обетованную. Теперь его не стало, и Бог говорит Иисусу на вину. «Я хочу, чтобы ты сделал то, чего не смог сделать Моисей». Это непростая задача. И мы читаем о его посвящении. «Вот, я повелеваю тебе, будь стверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Это не то, что я ожидал услышать. Он говорит «Вот, я повелеваю тебе». Обратите внимание, это не предложение, намек или подсказка. Это не идея о повелении. И он не повелел ему молиться каждый день, или читать Библию, или придерживаться Кошера. Он не повелел ему соблюдать праздники, или быть хорошим человеком. Он говорит «Вот, я повелеваю тебе, будь стверд и мужествен». Я верю, что можно попасть на небеса без правильного систематического богословия. Но я сомневаюсь, что вы попадете туда без ствердости и мужественности. «Вот, я повелеваю тебе, будь стверд и мужествен, но не страшись и не ужасайся». С какими двумя вещами боролся Иисус Новин? Страхом и ужасом. Что я буду делать? Как я сделаю это? Если Моисей не смог, то как я смогу? Невероятное чувство неадекватности и неподготовленности. Но Бог дает ему одну победу за другой. И в самом центре всего этого находится повеление «Не страшись и не ужасайся, будь стверд и мужествен». Если Бог рассказывает нам об этом, то значит разочарование – реальная проблема. Если вы боретесь с Ним, вы не неудачник. Вы рядом с Иисусом Новином. Если вы боретесь со страхом, вы в хорошей компании. Что ангел сказал Марии, когда пришел к ней? «Не бойся». Иосифу он также сказал, «Йосе, не бойся». Почти все важные задания от Бога начинались со слов «не бойся». Мы должны столкнуться со страхом и разочарованием на пути следования за Господом, и даже ужасом. Если мы последователи Христа, то это не означает, что эти вещи исчезнут из нашей жизни. Бог дает нам силу, чтобы встретиться с ними. Если вы разочарованы, то Бог не отдалился от вас. Вы не неудачник. Вы не упустили Господа. Он заботится о вас. Есть еще одно препятствие, которое также распространено – усталость. Винс Ломбарди, легендарный тренер Грин Бэй Пэккерс, сказал, что усталость делает из всех нас трусов. И это правда. Вы устаете. Бывают дни, когда вы устаете поступать правильно. Есть чудесный стих в послании Галатам, 6 главе. 7 стих. «Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Если нас предупреждают, чтобы мы не обманывались и не думали, что Бог может быть осмеян, то, в чем состоит этот обман, Бог может быть осмеян. Ему нельзя доверять. Никогда не верьте этому. Бог достоин доверия». Там сказано, что «посеет человек, то он и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет плене, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Прежде чем перейти к 9 стиху, задумаемся на минутку. Это органическая модель для обучения тому, как доверять Богу и принимать от Него. Здесь используется понятие «сеяние и жадвы». Мы больше исследуем академическую модель. Знаете, как бывает, когда у вас экзамен? Он должен быть в день Х. Вы сами знаете, как готовитесь к нему. Вы отбрасываете все остальные предметы в ночь перед экзаменом и заталкиваете все в свою голову. А потом вы вываливаете все знания на экзамене и до обеда уже все забываете. Если вы хороши в этом, то можете научиться играть в системе, получать хорошие оценки и закончить с красным дипломом. Большинство из нас пробовали это. Здесь же вопрос выборе другой модели. Это не академическая, а органическая ориентация. Здесь вопрос в сезонах. В сезонах подготовки, в сезонах сеяния, в сезонах ожидания и урожая. И это образ, который используется для описания того, как следовать за Богом и получать от Него. Есть сезоны, в которые мы готовимся, в которые сеем, в которые ждем. И точно так же есть и сезоны урожая. В детстве моя семья переехала в Южную Флориду, в город, а так-то сами мы из сельской местности. Не знаю, как это случилось, но я помню, что моя мама и соседка посадили овощи во дворе. Наш двор был размером с будку, но они посадили там овощи. Наши соседи всю жизнь жили в городе. Помню, что соседские дети, которые были нашего возраста, постоянно выкапывали то, что посадили, чтобы увидеть, не выросло что-либо. Это уменьшит ваш урожай. Давайте посмотрим на 9 стих. Там сказано, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Что мы не должны делать? Унывать или уставать, делая добро? Но мы видим тут «если». Это фраза с условием. Если устанем и сдадимся, то не получим урожая. Я пытался читать Библию, ходить в церковь, молиться, быть добрым и поступать правильно. Но все это не привело меня туда, куда я хотел попасть. Поэтому я, наверное, не буду благочестивым. Я понимаю, что это искушение. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. У нас осталось немного времени, но я хочу, чтобы мы посмотрели на решения для борьбы с этими препятствиями. Есть вещи, которые мы можем взращивать в нашей жизни, которые помогут нам. И одна из таких вещей — сознательное развитие воли для того, чтобы переносить дискомфорт. В контексте вашей жизни, особенно вашей духовной жизни, вы должны быть готовы переносить дискомфорт. Евреям 12.11. Там сказано, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Наказание может принести праведности мир в вашу жизнь. И Библия справедливо говорит, что «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью». И у наказания есть разные формулировки. Мы понимаем, что это нечто неприятное. Когда вас наказывают в школе, то отправляют на дополнительный урок. Старые времена учеников пароли. Это даже по Библии. Я знаю. Но это не единственное определение наказания. Наказание также связано с дисциплиной и самоконтролем. Дисциплина, чтобы сказать «нет». Или дисциплина, чтобы проявить терпение. Библия говорит, что наказание или дисциплина не кажутся приятным. То есть существуют неприятные места, через которые Бог проводит нас, чтобы взрастить в нас праведность и мир. Есть еще один компонент, который необходим нам для того, чтобы закончить хорошо. И это ободрение. Это не опциональная вещь. Нам это необходимо, как воздух. Вам нужно ободрение. Давайте исследуем это слово. В английском это слово означает «быть со смелостью». Ободрение дает вам смелость, чтобы встретиться с вызовами, ответственностью, требованиями и другими вещами, которые требуют от вас. В первом послании к Фессалоникийцам, пятой главе сказано. «Посему увещевайте друг друга или ободряйте и назидайте один другого». Или евреям, третья глава, «но наставляйте или ободряйте друг друга дважды в год». Нет. Там сказано «но наставляйте друг друга каждый день». Не так ли? Нам нужно ободрение, и это важно. Вы не слабы, потому что нуждаетесь в ободрении. Это нормально. Мы должны взращивать это. Мы должны стать лучшими в этом. Мы должны лучше ободрять, чем осуждать. Мы должны лучше ободрять, чем критиковать. Мы должны лучше ободрять, чем находить слабости. Не нужно особого развлечения, чтобы увидеть слабости в другом человеке. А ободрение — это не что-то, что мы делаем автоматически. Я научился ему на горьком опыте. Много лет назад я был единственным ответственным за служение малых групп. Это было небольшое служение. Я помню, как проводил обучение людей, которые проводили малые группы. Нас было несколько человек, и я уделял 30 минут теме ободрения. Я прочитал им стихи, которые читал вам, а также несколько других. Мы поговорили об ободрении и его необходимости. Мы сказали, что на следующей неделе главная цель наших групп будет ободрить людей, которые придут. Я пришел на одну из групп, которые проводил мой ученик. Он успешный бизнесмен и умный, активный, яркий парень. Я сел с ним и семью людьми в группе. Мы поставили наши стулья по кругу, и он начал группу так. Я хочу, чтобы вы ободрились. Очень важно, чтобы сегодня, когда мы будем изучать нашу тему, вы все ободрились. Ну что, давайте. И за 45 минут встречи он 20 раз сказал, я хочу, чтобы вы ободрились. К тому моменту, как он закончил, я был так подавлен. И дело не в нем. Я понял, что сам потерпел неудачу в своем деле. Я упустил суд. Ободрение — это не просто слово, не пустые аплодисменты. Ободрение — это когда ты стоишь с кем-то и даешь ему силы сказать Богу «да». Часто это никак не связано со словом «ободрение». Это отношение или реакция, которую вы передаете им, и которая придает сил и скорости их жизни. Это что-то, что позволяет им остаться в игре. Ведь когда ты подавлен, то хочется сдаться. Ободрение позволяет тебе остаться в игре. Нам нужно ободрение. Я лучше ободрю вас, чем скажу Богу «вот бы ты послал людей, которые ободрят меня». Примите решение освоить это дело. Я не буду тратить свое свободное время, у меня его и так мало. Но то время, которое у меня есть, я не буду проводить с людьми, которые разрушают мою уверенность в Боге. Если я могу выбрать, с кем провести время, то я выберу людей, которые побуждают меня дать Богу лучшее. Это очень важно. Но я понял еще нечто важное, что это работает. В самые трудные времена вызов состоит не в том, чтобы дождаться кого-то, кто ободрит тебя, а в том, чтобы понять, как найти ободрение в Слове Божьем, в поклонении Господу, в музыке, вне жертвы, если никто не болеет за вас. Величайшие победы в Библии происходили во времена, когда люди находили способ, как ободрить себя в Господе. Я считаю, что утренняя молитва в церкви так важна, потому что вам не нужно принимать вызов самим. Вы приходите и садитесь с группой людей, которые взывают к Господу. Это несет невероятное ободрение. Ободрение важно. Помните об этом. Оно так же важно, как вода, еда и воздух. Если мы хотим закончить хорошо, то должны знать, как ободриться. Есть последний компонент, который мы пройдем быстренько. Это концепция тренировки. Я хочу противопоставить тренировку попыткам. В первом послании к Коринфянам сказано, каждый участвующий в состязаниях, когда готовится к ним, отказывается от всех удовольствий. Это первое послание к Коринфянам, 9 глава. Здесь используется образ спортсменов для объяснения духовной жизни. По сути, тренировка — это следование поведению, которое позволит достичь чего-то в будущем, чего вы не можете достичь сегодня, как бы ни пытались. Я не ставлю под сомнение вашу искренность. Я даже не ставлю под сомнение ваше желание или намерение. Но сегодня есть вещи, которые недостижимы для нас. И как бы мы отчаянно не пытались их достичь, мы не готовы к этому. Если мне нужна операция, то я не хочу, чтобы человек, который будет резать меня, просто попытался. Я хочу, чтобы этот человек был натренирован. Если они просмотрели медицинский сериал, они не подходят на эту роль. Мне нужен человек, который много часов и лет провел под непростым учителем, обучившим его тонкостям и нюансам хирургии. В противном случае даже не приближайтесь ко мне со скальпелем. Справедливо? Вы разницу уловили? Многие пробовали Бога, молитву, то и это. Я пробовал 3-4 дня. Тренировка — это нечто другое. Это построение жизни, реакций и вкладов в жизнь, ваших ответов на условия. Это перенастройка, переборка. И у вас не всегда будет все получаться. А вот почему эта тренировка... Во время тренировки от вас ожидают неудач. Посмотрите, как дети учатся ходить, как они учатся есть. Ни один ребенок не может идеально накормить себя с первой попытки. Они засовывают еду себе в уши, в нос. Вам в уши и опять же вам в нос. Она оказывается на полу и даже на потолке. А мы улыбаемся и фотографируем их. Ах, какой милый, замечательный малыш. Это и есть тренировка. Мы хотим тренироваться в благочестии. И мы пробуем. Иисус сказал так, когда набирал учеников, «Следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков». Они не знали, как. Они ничего не знали. Они просто отреагировали на призыв последовать за ним. Это была пожизненная тренировочная программа. И в этом и есть суть последователя Христа. Мы хотим сократить все до какой-то молитвы перед церковью, каким-то курсом. Разве я не могу пройти 12-недельный курс для того, чтобы стать зрелым в вере? Хотелось бы. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном. А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа. Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа. Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир.